Не советские, а немецкие дивизии в конце войны испытывали острый недостаток стрелкового вооружения. И когда мы говорим об одной винтовке на троих, пятерых, десятерых, то, как ни странно, это абсолютная документально подтвержденная правда в отношении немецких фолькштурмистов. То есть в таком отдаленном аналоге народного ополчения, неким местным территориальным формированием под эгидой нацистской партии, которые действительно испытывали жесточайшую нехватку стрелкового оружия в конце войны. Поскольку имелись и потери, и были большие проблемы с производством нового вооружения, и зачастую основным оружием фолькштурмистов была итальянская винтовка, или трофейная, например, французская, которая полагала всего одна обойма, пять патронов. И вот чего у фолькштурмистов имелось в изобилии, так это фолстпатроны. Соответственно, зная вот этой ситуации в фолькштурме, поскольку это было общим местом в западной литературе, по непонятным причинам ту же ситуацию стали проецировать на советское народное ополчение. Потом эту же песню подхватили, к сожалению, и некоторые отечественные следователи и публицисты. И привело это к тому, что мы стали слышать рассказы о народном ополчении, которое бросалось в бой безоружным, и, что называется, под гусеницы немецких танков ложились люди, совершенно не имея возможности им противостоять. На самом деле ситуация была с ополчением вполне адекватной ситуацией. Вооружение ополченческие дивизии немели только в период обучения. И в дальнейшем они получали винтовки зачастую из западных образцов со складов, образца Первой мировой войны, но с практической точки зрения это не составляло проблем. Действительно, ввиду больших потерь вооружения лета 41-го года, Советский Союз был вынужден открыть склады с разнообразными, экзотическими зачастую винтовками, но этих винтовок имелось очень много. И, как ни странно, еще очень много имелось трофейного вооружения с польского похода 39-го года, когда разоружались поляки в количестве сотен тысяч человек, и когда мы видим реальные, даже не постановочные снимки московских ополченцев, то у них можно заметить массу оружия именно польской армии. То есть это винтовки Маузер, это пулеметы Браунинга БАР. И вообще говоря, даже высаживавшиеся в Нормандии американские пехотинцы были совершенно не против иметь аналогичное вооружение. То есть пулеметы Браунинга образца 1918 года, которые имелись в польской армии, потом достались советскому ополчению. А если говорить о ленинградском ополчении, то оно вообще было, можно сказать, вооружено до зубов. То есть у него имелось и стрелковое оружие, и избыток легких минометов. Дело в том, что именно в Ленинграде производились легкие 50-мм минометы, и вот этого вооружения, в принципе достаточно эффективного на небольших дистанциях, имелось в избытке.